28 сентября я соединяю первое водохранилище, которое я сделал. Оно приподнято над землей в центр бочки на 2 метра. Я сейчас хочу заполнить вот эту трубу полиэтиленовую ДУ-20 водой из водопровода. Я просунул ее сюда сантиметров на 10. И сейчас опущу на дно и включу водопровод. Для того, чтобы заполнить эту трубу и посмотреть, идет ли вода во втором водохранилище в бочке. Аккуратно опускаем. Потом в конце я вытащу этот шланг зеленый водопроводный из пластиковой трубы. Пока включена вода из водопровода. И вот уже потихоньку начинает поступать вода. Сейчас подожду немножко и отключу водопроводную воду. Труба. Вот в этом месте ручка стояла под большим углом и труба смялась и протекала. Пришлось ее вот так двумя скотчами и клеем ПВА загерметизировать. Залезаем. Здесь вода хорошо течет непрерывно. Видите? Сейчас пойду с той стороны отключу. Водопроводную воду отключу. Я на первом водохранилище. Пока труба от второго водохранилища соединена с водопроводной водой. Сейчас я ее вытащу. Попробую одной рукой снимать, а второй вытаскивать. Ничего не получается. Так, поверьте мне, что я водопроводную трубу отсоединил от второго вот этого гибкого, не гибкого, а жесткого шланга. А вода вот так у меня течет из водопровода. Тут главное, чтобы вот этот промежуточный шланг, труба из полиэтилена была всегда заполнена водой. Поэтому первоначально надо ее залить. А концы, как говорится, опустить в воду. Сейчас я отключу водопроводную воду и пойду посмотрю, течет ли там. Я сходил, отключил водопровод, видите. И сейчас пойду туда, не отключая камеру, посмотрю, течет ли вода. Тут у меня опасная лестница, поэтому я держусь за желтую сливу и мягко спускаюсь. Так, вода должна течь. Поскольку здесь даже не капает, вода должна течь в эту лочку с самотоком, по всем законам физики. Вы видите, течет, не течет. Вот так. Хочется еще раз заполнять. Вода течет самотоком. Водопровод я отключил. Все, все состоялось. Как я и сказал, водопровод я отключил, шланг вытащил. А вода, тем не менее, из этой бочки поднимается по жесткому шлангу. И уходит в ту бочку. Тут главное, чтобы уровень в этой бочке был выше, чем в той. Со временем они уравняются. Сейчас я начну заполнять вот этот синий-черный шланг. Жесткий для подачи воды на третье высокое водохранилище. Я нахожусь на третьем высоком водохранилище. На сарае, который я заслал брюзентом от дальнобойного коллабира. Я подключил вот этот синий-черный шланг к водопроводу. И сейчас набираю в него воды. Здесь у меня два крана. Один для поступления воды. Вот этот, наверное. Нет, вот этот для поступления воды из первого и второго водохранилища. А этот для отвода на участок вот сюда. Надо обязательно опустить в воду. И сейчас пойду... Нет, я сейчас сюда наберу побольше воды. Где-то две трети бочки. И потом отключу воду из водопровода. Всё идёт пока нормально. Пока вода набирается в бочку, я зашёл проверить, как у меня зерметизация шва. Вот здесь протекло. Смотрите, сколько. Сейчас я снова пенькой забью щель и ещё раз полью гидроизолом. Я напихал пеньки. Сейчас залью это с помощью вот этой палочки. Так же, как здесь. Для надёжности, чтобы вода не протекала в нижний сборник. Вот туда. Хорошего хозяина всегда найдётся. Это 10 килограмм гидроизола. Вот так я наматываю, как пеловисоцкий, мили на кардан. И наливаю. Погода прохладная. Смола плохо течёт. А вытащить её отсюда очень тяжело. Вот схватил хороший кусок. И надо медленно-медленно тянуть. Тогда она ляжет под углом 45 градусов толстым слоем. И надо сверху стараться. Она вниз всегда стечёт. Вот так. Вот такая красота. Это всё делается за 2 минуты. Но на всю оставшуюся жизнь. Вот так под углом 45 градусов. Всё размазал. За зиму она высохнет. Так. Ещё кусочек намазал. Материал не жалко. Надо делать надёжно. И, я думаю, последняя порция. Вот так быстро проблему между делом и решивом. На этом всё. Палочка пригодится. Палочка пригодится. Так. Смотрим. О! Бочка почти что полная. Так. Так. Сейчас спускаемся и выкручиваем. Я отключил воду из водопровода по этому зелёному шлангу. Она уже не подаётся. Сейчас я отсоединю под водой. А потом приподниму. Итак. Сейчас я приподниму и покажу вам, что из верхнего, самого высокого третьего водохранилища вода возвращается сюда, где бочки стоят ниже. Вот. Смотрите. Вода течёт обратно. Так что всё. Два новых водохранилища я соединил с первым. И опускаю на дно. Ура!